О своей работе они рассказывают скромно и кратко, предпочитают действовать, нежели разглагольствовать. Лейтенант полиции Расул Куряткин и старший сержант полиции Ильдар Суслин спасли детей из огня во время пожара в частном доме на улице Водопроводной. О возгорании стало известно вечером 9 января. Сотрудники патрульно-постовой службы приехали на вызов чуть раньше пожарных. Действовать пришлось незамедлительно. Из горящего дома были слышны крики детей. Наступило лето, время прошло, но ту зимнюю ночь полицейские до сих пор вспоминают. Ночью поступил вызов от ДЧМВД железнодорожного района в дежурной части, потому что горит дом. Приехали по данному адресу, обнаружили горящий дом. Весь дом стояли люди и доносились крики детей от дома. Помогите, помогите. И люди там якобы, народ, не народ, люди кричат о помощи. Ну, мной было принято решение забежать. Перебежали данный переулок. Забежали в помещение. Женщина встретилась. Женщина говорит, помогите. Дети были, детей взяли, вытащили. Ну, и при выходе уже, когда детей в машину посадили, пожарная часть подошли. Объяснили, что так и так. Люди остались. Бабушка и двое взрослых людей. Сержант Ильдар Суслин служит в полиции больше 10 лет. Ильдар женат. У него подрастает двое детей. Он, как и его напарник, недолго раздумывал перед тем, как войти в горящий дом. Спасти детей. Об этом только думали. И все. Нас было двое. Мы вдвоем патрулируем. Вот, как бы, в первую очередь спасли детей. Подобных происшествий за эти полгода не было. Но спокойной службы в полиции не назовешь. Вызовы поступают разные. Где-то завязалась драка. Или же громкие соседи не дают спать другим. Наша съемочная группа прокатилась с экипажем Куряткина и Суслина. Как только мы выехали из ворот железнодорожного РВД, на рацию поступил вызов. По словам стражей порядка, больше всего правонарушений случается в теплое время года и по большим праздникам, когда компании перестают сидеть дома и выходят погулять.